Всем привет! С вами Динарай и вы на моем канале. Короче, совсем недавно у меня вышло видео о том, как делается татуировка. Если вы не видели, обязательно посмотрите. Ссылочку я оставлю в конце этого видео, а также в описании. В общем, это видео как некая вторая часть, потому что я хочу рассказать, что вообще происходит с татуировкой после того, как ее сделали, как мы за ней ухаживаем. И также, если вы выбрали вид заживления заживляющей пленкой, как ее снимать. Я обязательно это покажу. Мне кажется, это очень интересно. Я просто все это не представляю. Сейчас мы все это посмотрим. Но если вы не смотрели предыдущее видео про то, как делается татуировка, то сначала посмотрите его, потому что там такая как предыстория. Ну а мы начинаем. Поехали! Итак, об этом я немного говорила в предыдущем ролике, что есть два способа ухаживания за татуировкой, чтобы она заживала. Первый способ, это такой более давний, это вы покупаете пеленки, хлоргексидин и какие-то такие крыма заживляющие, типа бепантена. И буквально там чуть ли не 3-4 раза в день вам надо татуировку как бы обрабатывать, заматывать в эту пеленку, перевинтовывать, промывать. Короче, очень-очень хлопотно и достаточно затратно. А есть второй способ заживления, это тот, который выбрали мы, и который наверняка вам, возможно, известен. Мне он был известен еще до нашего эксперимента из ТикТока. Этот способ достаточно новый, это заживляющая пленка, которую мы и выбрали. То есть просто прямо в салоне, после того, как сделана татуировка, ее наклеивают вот так вот на всю руку. Ну, в нашем случае руку на место с татуировкой. И все, то есть вы на ближайшие 4 дня про нее забываете. Единственное, что она просто вам стягивает кожу. Все, то есть типа она там сама все заживляет, вам вообще не надо париться. Только потом ее надо вот так вот отдирать. Я не представляю, как это делать. Мне уже очень интересно, как мы это будем делать. Но сейчас я вам хочу показать некоторые нюансы, что с ней происходит во время, собственно говоря, заживления. Поэтому сейчас все покажу. Итак, у нас прошли сутки после делания, набивания татуировки. Вот так вот сейчас выглядит рука в пленке. То есть пленка идет вот отсюда прямо, от кисти и практически до локтя. Видите, это не морщинки, это не морщинистая кожа. Просто это так стягивается татуировка. Ой, да, стягивается пленка. И на ней образуются прям вот такие пузырьки. То есть видите, вот здесь вот, вот тут прямо на буквах большой такой пузырик. Вон там вот тоже. И их ни в коем случае нельзя как-то сдирать, протыкать. Потому что это все так и должно быть. Здесь, видите, создается такой эффект. Как будто татуировка потекла. Да, это очень ужасно выглядит, если честно. Но наша мастер сказала, что все так и должно быть, что это нормально. Это нормальный этап заживления, что там выделяется сукровица вместе чуть-чуть с верхним слоем краски. Ну и потом, короче, когда мы снимем пленку, все будет нормально. Но сейчас это выглядит вот так вот. Нам сказали, что это все нормик. На самом деле, в нашем случае все достаточно нормально выглядит. Потому что эта татуировка достаточно маленькая и просто черная. И просто такое небольшое ощущение, как будто там что-то течет. На более больших татуировках. То есть это может быть татуировка на все плечо, там на всю руку, да, там вообще где-то на бедре, на ноге. В общем, очень большая татуировка, еще и цветная. У нее очень сильно выделяется эта сукровица. И прямо просто там все вот так вот набухает под пленкой. И очень сильно выделяется она. То есть там прям реально жестко, это ужасно выглядит. А на больших черных татуировках, то есть, например, для примера я показываю, где вот так вот вся рука забита черной татуировкой. Прямо такое ощущение, как будто все вот так вот стекло вниз прямо. Как будто вся тату потекла под пленкой. Но это все нормальное выделение сукровицы. Потом вы сдираете пленку. Честно, у меня возникает вопрос, ну типа вот вы ее сдираете, и что это потом же все выливается просто или что? Короче, не знаю. Мы все это скоро уже будем как бы пробовать сами и обязательно все показывать. Но если честно, мне уже страшно. Итак, прошло 5 дней. Вот так вот потекла татуировка. Сегодня мы уже пленку будем снимать. В целом никаких болезненных ощущений нет. Мы читали в интернете, что рука начнется, начнет на третий день чесаться, но сама татуировка не чешется. Чешется только рука под пленкой и буквально первый-вторый день. Но в одном месте даже прям покраснело. Вам, по-моему, даже видно. Вот, в общем, вот так вот сегодня уже сейчас будем снимать. К нам друзья помогать. Конечно, очень страшно. Вот это то, что все поплыло. Интересно увидеть, что как это будет без пленки. И очень страшно, как мы будем это снимать, отдирать. Поэтому, все, идем. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...